Красноярская мэрия решила реставрировать аварийные детские сады. Дело в том, что мест для отошколят в городе не хватает, однако строить что-то новое денег в бюджете нет. Поэтому теперь администрация будет брать кредиты, чтобы перестроить старые здания. Как должна работать новая схема и почему не всем она нравится, уже сейчас расскажет Денис Козлов. Для детей, чтобы безопасно ходили в школу. Это надо сейчас на перспективу смотреть. Вот только перспективы обсуждать рано, но выяснится это сегодня чуть позже. Территория бывшей войсковой части на улице 8 марта сейчас стройплощадка. Возводят тут детский сад и школу. Городские власти, да и сами строители уверены, проект хороший. Я думаю, что это построено более современно. Мы же все двигаемся, и более современные требования требуют что-то изменить. Если раньше строил, оно было закрыто, заходишь на этаж, где-то боковые лестницы, все замкнуто, то здесь заходишь, во-первых, вы могли на проекте увидеть, что сквозное остекление от пола и до самой кровли на 9 метров. То есть это всегда дает объем. Но объем этот чисто визуальный, и дефицит учреждений для дошкалят не решит. Сад сдадут в августе. Рассчитан он на 270 мест. Соседние 21-е недавно закрыли. Здание признали аварийным. При этом в железнодорожном районе уже сейчас нуждаются в детсадах 800 ребятишек. Плюс на территории бывшей части вырастут еще как минимум 5 жилых многоэтажек. И очередь дошкольные учреждения только вырастет. Здесь необходимо всю территорию отдать под строительство социальных объектов. У нас нет острой необходимости в строительстве здесь жилья. Я не понимаю, для чего 2,2 гектара чистой, свободной, муниципальной от застройки земли мы отдаем под жилищное строительство. Продаем даже, бог с ним. А потом мы не можем найти земельные участки под строительство школы детских садов. По словам депутата, город за аренду земли под строительство высоток получит полмиллиарда рублей. И похоже, что деньги эти и вправду нужны. Потому что строить новые сады уже сейчас не на что, говорит мэр. А нужны они на взлетке, в Покровке, Академии. Поэтому сейчас аварийный 21-й детский сад придется перестраивать. Но за счет частных инвесторов. А потом администрация города на выкуп мест будет брать кредиты. Я хочу попробовать механизм частного муниципального партнерства. На это тоже надо идти, потому что за бюджетные деньги мы не сможем все сделать. Потому что вопросов просто миллиард, а денег всегда не хватает. Зайдет инвестор, он его сделает, а мы, соответственно, будем предоставлять, выкупать детские места для ребятишек уже у консессионера, инвестора, неважно. Новую схему планируют опробовать и в других районах. Будут перестраивать аварийные объекты в долг и снова запускать туда детей. Пожалуй, самое обидное в этой истории, что муниципальные земли продают, а потом места под образовательные учреждения найти не получается. А вырученных денег при этом на строительство не хватает. Вот и выходит замкнутый круг, когда одна проблема порождает другую, и ни одна из них в итоге не решается. Денис Козлов, Эдуард Баглай, 7 канал.